Приветствую всех! Сегодня в видеоформате я отвечу на вопрос к последнему посту в комментарии, задает его Елена Власова, и это в Инстаграм. Значит, Елена пишет, вот я, к примеру, ощущаю себя такой целостной, вся здесь и сейчас, как вы говорите есть насти себя, и по ходу общения с кем-то этот человек говорит мне, что я насильственная и токсичная в общении, хотя мне кажется, я говорю правильные вещи и отвечаю, что если она видит это во мне, значит и в ней есть. Мы сейчас пока остановимся на этом отрезке комментария и разберем его. Вот смотрите, берем за основу самое первое – это «здесь и сейчас». Очень часто люди, которые думают, что они здесь и сейчас, это на самом деле иллюзия, то есть это на самом деле всего-навсего ментальная игра, потому что если вы просто, например, сказали, где я здесь, когда я сейчас, то это действительно не больше, чем игра ума, то есть это вопрос и ответ, и к самому присутствию, к самому состоянию наблюдения это не имеет никакого отношения. Здесь и сейчас – это когда вы расхлопнуты, когда вы в наблюдении за собой думающие, за собой делающие, за собой размышляющие, за собой говорящие, за собой взаимодействующие с кем-либо, чем-либо еще. Вот это само наблюдение, оно охватывает и момент, и все наполнение этого момента, и вот это и здесь и сейчас. То есть вы осознаны по моменту, вы бдительны, вы включены, вы взаимодействуете с собой и отслеживаете все, что с вами происходит, то есть все, что вокруг вас, все, что внутри вас и все, что посредством вас. Далее, понятие целостность – без разотождествления с образом себя и себе, то есть когда человек по умолчанию ведом какими-то идеями, образами, концепциями, своими представлениями о себе и о мире, то есть он находится внутри этих концепций, даже не замечая, что они им рулят, что он находится внутри, и поэтому говорить о целостности вообще не приходится. Целостность – это когда вы в наблюдении за тем, что «ага, вот у меня какие концепции, ага, вот они, как они меня контролируют и как они меня ведут». И когда вы в наблюдении, вы начинаете разотождествляться, само разотождествление возвращает вас в изначальную целостность, в изначальное единство, в изначальную одинность постепенно, то есть вы не делаете никакого усилия куда-либо вернуться. Вы есть собой, но вы бдительны, вы включены, вы правдивы, об этом мы еще потом поговорим. И только таким образом, когда вы охватываетесь своим наблюдением момент с собой, вы можете ощутить свою целостность. Далее, когда Елена пишет о том, что кто-то, какая-то женщина, с которой она, видимо, везет беседу, считает, что она токсичная и насильственная, о чем это говорит? Это говорит о том, что тот человек, с которым Елена беседовала, не просил совета, не просил ответа, он не искал решения, он не искал выхода. То есть, получается, что вы должны четко ощущать, когда действительно у человека из зуб есть вопрошание, и он звучит совершенно иначе, он действительно вам скажет «Знаешь, я сбился с ног, я искал, я читал, я пробовал уже не читать и не искать, я не знаю, я не могу найти ответа, что это такое? Послушай, может быть, ты мне что-то подскажешь?» Такой человек придет и спросит. А когда человек просто приходит и говорит, что «Ой, ты знаешь, я не знаю, что-то у меня не ладится» или «Ладится» или «Что-то мне нравится» или «Что-то не нравится» – это ничего более, как просто человеку хочется излить свое состояние, слить информацию, слить настроение, и ему нужны свободные уши. Поэтому не бегите впереди поезда, не надо давать какие-то ответы и советы человеку, которому это не нужно. Вы знаете, есть такая стадия, она очень мощная стадия, это когда решение не принимает никакого решения. И поэтому, если человек находится в такой стадии, ему комфортно, уютно в своей люльке, вот в этой, что «Да, плохо, да, жалуюсь», но пускай так все и остается. Поэтому не надо эту чистоту теребить, ворошить, пытаться разрушить или как-то изменить. Теперь Елена пишет по поводу такого понятия, я не буду зачитывать весь комментарий, потому что достаточно объемный, там и по поводу клеточной памяти, и по поводу сознания, и по поводу агрессивных частот, и по поводу гармоничных и негармоничных частот. И я хочу сказать, что будьте осторожны со всеми этими критериями и понятиями, потому что на самом деле, по факту, что вы знаете собой, что такое гармоничные частоты? Возьмите и ответьте себе «А что это такое? Это как что? Я не болею, никто не болеет, у меня все есть, у других все есть, все хорошо, не белые и пушистые, все любят и любимы». Это утопия, такого не может быть, и вы это осознаете и ощущаете, скорее всего. Так вот, агрессивные частоты, неагрессивные частоты – это игры ментала, то, что делит целостность на два, на плюс и минус, на хорошее и плохое, на здоровое и больное. И это никогда не приведет человеку к самому себе, это никогда не приведет к целостности, это никогда не приведет к балансу. Потому что попытки убежать от плохого к хорошему всегда будут запускать обреченный бег и невозможности достичь желаемого, потому что этого именно в беге между качелями, спасения в этом там нет. Этот принцип «морковка и ослик» он запускается именно для того, чтобы не было никакого достижения, чтобы просто человек шел-шел-шел, достигал-достигал-достигал и никогда не достигал и всегда был разочарован и всегда был жертвой. Поэтому с любыми понятиями будьте осторожны, сначала рассмотрите, откуда они у вас, почему вы с ними согласились, почему по умолчанию приняли на веру, почему вы ими руководствуетесь. Далее читаем. Лена тут немного затрагивает вопрос «делать ли сам поиск» и я бы вот еще что сказала, что будьте внимательны по поводу делателя. Делатель и делание – это разные вещи, вы можете сравнить. Делатель – делаю, делание, наблюдатель – наблюдаю, наблюдение. Где больше объем, где больше расслопнутость, где больше суженность, где больше спрессованность, где больше – это как точка. То есть, соответственно, вы будете чувствовать себя таким образом. Там, где вы охватываете собой реальность, где вы охватываете пространство, моменты себя собой, вы и есть этот момент, вы и есть реальность, вы и есть бытие. Там, где вы сужаетесь, там вы жертва. Там вы находитесь в образе себя. Там вы находитесь в двойственности, деление на себя и что-то еще. И еще по поводу поиска. Поиск – это специальная такая гравитация ментала, чтобы вы всегда были задействованы, чтобы вы всегда были предели, чтобы вы всегда, как белка в колесе, куда-то бежали и никогда не достигали цели, и никогда не находили удовлетворения. То есть, это такой двигатель сна, сна внутри сна. Поэтому будьте очень внимательны. Важно прежде всего наблюдение за собой, наблюдение за своим осознанием, за своим осознаванием. Мы об этом будем останавливаться еще позднее в различных ответах на вопросы. А сейчас я еще хочу затронуть вот такую тему. Лена здесь пишет, я ориентировалась на Буду, на два его принципа – люби и наблюдай. Кажется, теперь я начала понимать. Я любила и наблюдала за своим внутренним миром, но сейчас меня осенило. Я наблюдала и реагировала. Давайте так, я не буду сейчас трогать Буду, хотя задайте себе вопрос, откуда вы знаете, что это так. Да, вы почитали в информационном поле, но вы по факту сами этого не знаете. Далее, люби и наблюдай. А что значит люби? То есть, если вы не почитали, что надо любить, вы, значит, не любили. Тогда смотрите, если вы не любили к этому моменту, а потом вам сказали люби, то тогда как это будет выглядеть? Вот, например, только что не любили, а теперь любите. Естественно, у вас будет концепция. И вы будете ее оживлять собой, вы будете воспроизводить ее собой, но это будет концепция, это не будет любовью. Любовь – это когда вы есть сами у себя, когда вы полагаетесь на себя, когда вы себя ощущаете и знаете себя собой. Не себя, как Лену или Яну, или кого-то еще, а себя, как некую силу, помимо Яну, помимо Лены. То есть, ту основу, которая есть в себе. И поэтому, прежде всего, нужны ощущения, а не понимание или ментальный анализ. Так что невозможно любить. Можно быть любовью. Скорее всего, можно быть собой и потому любовью. Теперь, по поводу реакции. Получается, по выводу Лены, что не надо было реагировать. Нет, надо было. Ни в коем случае не допускайте такой вывод, что нельзя реагировать. Реакция для того и должна, что это циркуляция. Она выводит наружу какие-то ваши осознания, прозрения или даже упирание в какой-то тупик. Вот представьте себе, вы налили воду в чайник, вы поставили его ногой, 100 градусов температура, и вы закрыли все отверстия. Что произойдет с чайником? Его разорвет. Недопустимо бороться с гневом, недопустимо решать, что его не должно быть. Недопустимо решать, что какие-то эмоции, которые вам кажутся правильно или неправильными, вот правильно надо ставить и неправильно убрать. Это утопия. Все, что есть в человеке, все его характеристики, все его критерии, все его возможности, это необходимая составляющая. И это не просто так. Естественно, мы об этом будем говорить. Но помните, что, например, вы не хотите, допустим, вместо 10 пальцев сказать, что-то они лишние, давайте отрубим два. Нет, вы считаете, что значит так и должно быть. Тогда зачем вы с чем-то боретесь? Вы сначала посмотрите, кто вам навязывает борьбу? Откуда она пришла? Для чего она? Она ведь вас отвлекает от чего-то важного. Знаете, от чего? От встречи с собой настоящим. От обнаружения себя настоящего внутри себя собой. Причем обнаружение не просто как мысль, вот я обсел и обнаружила, а как ощущение обнаружения, как ощущение присутствия. Академия 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 Академия